Сегодня мы поговорим о глютене с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо друзья за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Глютен вреден или нет? Отвечаю на частые вопросы о глютене. Первый вопрос. Способствует ли глютен набору лишнего веса? Ответ. Нет, некоторые люди даже набирают лишние килограммы при отказе от глютена, потому что начинают есть меньше источников клетчатки, но больше сладостей и белого хлеба из рафинированной безглютеновой муки, например, муки из белого риса. Второй вопрос. Всем ли глютен вреден? Ответ. Нет, глютен строго противопоказан людям с редкой непереносимостью глютена, которая называется целиакией. Также глютен стоит ограничивать, возможно, временно, людям с чувствительностью к глютену. При чувствительности к глютену могут возникать некоторые похожие симптомы, как при целиакии, боли в животе, вздутие, усталость, головные боли и другое. Третий вопрос. Глютен вызывает воспаление у всех людей. Это правда или нет? Ответ. К счастью, нет, точно нет никаких качественных научных данных на этот счет. Четвертый вопрос. От мучных продуктов начинаются проблемы со стулом, все это из-за глютена. Ответ. Чаще всего нет, если у вас нет целиакии или чувствительности к глютену. Обычно это связано с тем, что в обычном хлебе, белых макаронах и выпечке из рафинированной муки содержится мало клетчатки. А недостаток клетчатки способствует нерегулярной работе кишечника. Все мои ответы основаны на научных работах, которые вы найдете в описании. В своей практике я сталкиваюсь со множественными случаями необоснованного отказа людей от тех или иных продуктов. Большинство людей руководствовались советами из интернета и советами еле знакомых людей. Ну, это же полнейшая глупость. Отказ от тех или иных продуктов возможен только на основании показаний или чувствительности к продукту. Не выдумывайте у себя болезни и питайтесь полноценно. И еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!